Занос на дороге. Как причина нескольких сломанных судеб. В колонии поселения номер 13 города Кохма наказание за ДТП отбывает тренер по настольному теннису Дмитрий Мячин. 17 января прошлого года он вез воспитанников на соревнования в Шую. На заснеженной дороге легковую иномарку развернула, и она врезалась в припаркованную на обочине газель. Двое подростков получили травмы. 12-летняя девочка погибла. У нее от ремней безопасности перетянуло внутренние органы, и произошло внутреннее кровоизлияние. Она потеряла больше 50% крови, к сожалению. И вот от большой потери крови она... То есть ее ввели в искусственную кому. Две недели врачи боролись за ее жизнь. Но, к сожалению, от большой потери крови в основном она погибла. На суде Дмитрий полностью признал свою вину. Мужчине дали два года. Сейчас в колонии он работает парикмахером. Профессия новая, но Дмитрий уже освоился. Стрижем нормально, то есть как бы не это... Не-не-не, не могу. Мы стрижем модельный. Дмитрий с нетерпением ждет лето. На территории колонии есть стол для тенниса. Мужчина надеется, что найдутся и желающие научиться играть. Старший тренер Мячин справлялся с подростками. С осужденными тоже проблем не возникнет. Сейчас мужчина очень переживает, что лишен работы в родном для него Кохомском спортивном клубе «Сокол». Считает дни, чтобы вернуться. Ко мне приезжают дети, родители очень часто. И, конечно, я переживаю тоже за судьбу клуба, потому что многое. То есть, конечно, клуба у меня не хватает, так скажем. И многие дети уже, так скажем, теряют интерес. И даже есть уже и которые бросили секцию. В колонии и поселении отбывает наказание 82 осужденных. Примерно 60% из них здесь из-за дорожно-транспортных происшествий. Сократить срок есть шанс у каждого. Законом предусмотрено условно-досрочное освобождение, если будет соблюден ряд условий. Основанием для администрации, чтобы поддержать данного осужденного, являются следующие факты. Это добросовестное отношение осужденного к труду, участие в общественной жизни отряда, погашение иска, признание вины и, естественно, социальные связи, которые он должен поддерживать с близкими родственниками. Также данный осужденный должен иметь нарушение за время добывания наказания. Дмитрий свой иск уже погасил. Родителям девочки он выплатил 900 тысяч рублей. Сотрудники УФСИН рассказывают, признают свою вину в этой колонии все. А вот искренне раскаиваются единицы. Дмитрий один из таких. Смерть ученицы переживал очень тяжело. Конечно, им тяжело было вначале. Я прекрасно понимаю, что погиб ребенок. Но в итоге мы поговорили и решили финансовые вопросы. Я помог, полностью иск возместил. И они простили меня. Это была моя лучшая воспитанница. У нас были очень доверительные отношения. И я очень сильно переживал. И они это увидели, что мое отношение, что мне не все равно, что я действительно плакиваю, скорблю. В августе этого года Дмитрий подготовит прошение об условно-досрочном освобождении. Решение будет принимать суд. Тренер рассчитывает вернуться на работу и продолжить воспитывать будущих чемпионов. Водить машину мужчина не бросит, но теперь будет гораздо аккуратнее. Дмитрий на своем горьком опыте понял, что дорога бывает совершенно непредсказуема. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.